Вы смотрите новости Аскина на телеканале ЮТВ. Меня зовут Лирия Ахметова. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Ушел из жизни глава администрации Решат Дихин. Пробный запуск рапсового завода запланирован на начало лета. Работники культуры отметили профессиональный праздник. Начнем выпуск коротких новостей. Ветерану Петру Усову исполнилось 95 лет. Поздравил участника Великой Отечественной войны заместитель главы администрации по вопросам строительства ЖКХ Анатолий Щербинин. Петр Семенович родился в селе Куештыр Аскинского района. На войну попал в июне 1942 года после обучения в Оренбурге на радиста-кодировщика. Победу Аскинец встретил в Прибалтике, но это не значило, что служба закончилась. После Петр Семенович получил специальность дешифровщика аэрофотосъемки и до мая 1953 года служил в разведывательном авиационном полку 15-й воздушной армии. После войны работал металлургом. Сейчас ветеран живет в Аскино. На сегодняшний день на территории муниципального образования проживает шесть ветеранов. Регулярно силами администрации проводится мониторинг жилищного фонда условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны. При необходимости проведения текущего капитального ремонта изыскиваются средства и оказывается помощь для наших ветеранов. В преддверии празднования 76-й годовщины со дня победы Великой Отечественной войны проведено заседание организационного комитета. Рассмотрен план по проведению шествия, парада. В этом году также, как и в предшествующие годы, планируется лично поздравить каждого ветерана в нашем районе. А теперь перейдем к основным новостям. 27 марта Аскинский район и всю республику потрясла новость о смерти Решата Дихина. Как отметили его коллеги, у него был диагностирован коронавирус. Врачи боролись до последнего, но спасти не смогли. Решат Маратович всегда был открыт для средств массовой информации и всегда давал интервью нашему телеканалу. В память о нем наш следующий материал. Мне приятно сегодня быть главой своего родного района. И, конечно же, пока я здесь работаю руководителем, конечно же, я все сделаю, что от меня зависит, что в моих руках достойно, чтобы могли люди жить в комфорте и в удобстве. Это интервью Решат Дихин дал в июле 2019 года. Он был на посту главы администрации Аскинского района 100 дней. За это время посетил большинство деревень, провел прямую линию, вникал в работу и был горд вернуться на родину. Берет гордость, когда ты через 15 лет приезжаешь в свой родной район и начинаешь вместе с твоими же жителями решать ихнижные задачи, ихнии вопросы. Народ верит, народ надеется, народ что-то ждет. Если уже ждет, то есть если я для них являюсь как бы на сегодняшний день гарантом того, чтобы вот именно выполнить эти задачи, конечно же, я беру на себя обязательства. Я это должен сделать ради наших же людей, ради своего родного района. И когда ты приезжаешь в район, у тебя внутри такое патриотическое чувство возникает. И вот когда я работал в другим городах, да, то есть в принципе у них была какая-то вот внутри, наверное, всегда переживаешь, волнуешься. А вот в свой родной район приехал и вроде как ты успокоился тем, что я обратно вернулся в свой район, где я вырос, где я учился. Прежде чем стать руководителем родного района, Решат Дихин набирался у опыта в других городах, Уфея и Агидели. Отмечал, что этот опыт помог ему в работе. Своим главным помощником он считал открытость, умение выслушать критику. Я чувствую вот это вот то, что люди ко мне тянутся, люди обращаются с любым вопросом. И здесь, конечно же, должен быть я тоже открытым для них, чтобы мог ответить на их вопросы, что-то для себя взять, что-то изучить. Я всегда говорю, я готов к открытому общению, я готов принять все замечания, все предложения. И самое главное, я люблю критику. Можете писать все, но критикуйте, это тоже хорошо. Но давайте за критикой должна быть тоже ответственность, должна быть открытость и поддержка вас самих же. В то же время молодой глава хотел прежде всего оправдать доверие земляков. Ставил перед собой такие задачи, как решить проблему с дорогами, создать новые рабочие места. Движение началось, инвесторы стали открывать предприятия. Огромная ответственность. И ответственность того, что ты же еще понимаешь, если ты сегодня что-то делаешь для нашего населения, ты потом будешь пожимать плоды этого. И я никуда не денусь. Я буду сюда приезжать, где бы я не работал в дальнейшем, куда бы судьба меня там уже не распределила. И если я буду приезжать через столько-то лет, и если вот эта задача не будет выполнена, конечно же, у меня внутри тоже будет за это же, ну, не так себя будут чувствовать перед своими людьми. И они об этом будут говорить. Решат Дихин проработал главой района всего два года. Его не стало 27 марта. По словам коллег, у Решата Маратовича был диагностирован коронавирус. Врачи боролись до последнего, но спасти не смогли. На прощание приехал глава республики. Пришли односельчане, жители района, коллеги. Похоронили Решата Дихина в его родном селе Ормьезы. Куда бы я ни приходил, я стараюсь везде увидеть позитив. И этот позитив пронести через наших людей. И им объяснить, что надо гордиться, что мы живем в таком сельскохозяйственном районе, что у нас все чисто, экологически, что у нас нет таких градообразующих, каких-то химических заводов, например. То есть надо следить то, что есть. Фермера Маскинского района рекомендует сеять технические культуры. С таким предложением к ним вышел директор предприятия Олиокемикс, который строит рапсовый завод Маскина. В администрации прошло совещание по подготовке к посевной компании. На строящийся рапсовый завод установили емкости для масла. Это один из завершающих моментов перед запуском производства. Об этом руководителям сельхозпредприятий и фермерам рассказал директор завода и провел экскурсию. Пробный запуск планируют на май. Для этого закупили 30 тонн сухого рапса. Задача у нас такая, чтобы к первому сентябрю объект полностью сдать. Проведены у нас и канализации, проведены водопроводы, газопроводы. Вот мы сейчас планируем как раз проводить, газопроводом заключать и газопровод. И единственное, что до начала сдачи объекта мы хотим все-таки провести пусконаладку оборудования. Год назад было собрание на территории завода. Тогда планировали к осени запустить производство масла и жмыха. Но пандемия внесла коррективы. Доставка оборудования приостановилась. Поэтому сроки сдвинулись еще на год. Сейчас работники завода работают над поиском поставщиков сырья. Объекта в 10 районов наших ближайших. Ситуация, конечно, удручающая, честно говоря. Почему? Потому что, несмотря на то, что сегодня по Башкирии два года подряд уже сеется рапсом порядка 39-40 тысяч гектар, поток рапса, основной получаемый с этих площадей, он в Башкирии практически не остается. Фермерам рекомендовали сеять рапс и объединяться в кооперативы. Это важно для централизованной закупки удобрений, обработки почвы. Техническая культура хорошо ценится на рынке. Урожайность может достигать двух тонн. В будущем завод будет работать и с другими масленичными культурами. Надо, чтобы земля давала хорошую перспективу, хорошую, так сказать, финансовую выгоду. И действительно, ездить далеко не надо. Если в районе мы это все дело запускаем, то очень хорошая перспектива. Поэтому по масленичным культурам надо уже сейчас думать. И вот с некоторыми хозяйственными районами еще отдельно переговорим. Еще спасибо уже в этом году. Завершение совещания наградили лучших работников. Грамоты и письма должны были вручить еще в прошлом году. Но из-за ограничений это не получилось сделать. Почетную грамоту Минсельхоза Республики получил Алексей Шерифулин. Сперва я работал в колхозе, шесть лет бригадиром. Как это заочный, я закончил агрономом. Потом вот с 13-го года начал работать в центральной, в Каринской ферме. В основном у нас заготовлены сочные корма, сено, ну корма грубые и сочные. Раньше было сложновато, зарплаты не платят, сейчас вообще нормально зарплаты платят. Работать можно. Всего награды получили 7 работников сельского хозяйства района. В Аскенском районе трудится почти 200 работников культуры, а в конце марта они отметили профессиональный праздник. На концерте, посвященном этой дате, вручили награды и наметили планы на 2021 год. Концерт ко дню работника культуры прошел в администрации района. Поздравить коллег пришли и ветераны. Например, Рагеля Ахмадулина 21 год отработала в сфере культуры и сегодня не остается в стороне от общественной жизни района. Благодарственные письма Министерства культуры республики, администрации района, профсоюзы работников культуры стали приятным моментом вечера. Библиотекари, культработники сельских клубов, методисты и другие получили награды. Подвел итоги 2020 года руководитель управления культурой, спорта и молодежной политики. Провели республиканский праздник Шажере, отборочные туры всероссийских конкурсов «Халука» и «Яшликшоу», также республиканский съезд «Балых СРУ» и «Еина» в рамках всероссийского культурно-просветительского проекта Шажере. Было проделано очень много ремонтных работ, приобретено большое количество костюмов и аппаратуры. Также в 2020 году открыли обновленный сельский дом культуры «Сила Урмиазы» по программе «Культура Малой Родины». По программе ПАПАМАИ отремонтировали Арбашевский сельский дом культуры. Планы на 2021 год грандиозные. Во-первых, провести отмененный в прошлом году масштабный форум фольклориаду. Аскинский район посетят больше 300 иностранных гостей из 8 стран. На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. Это был заключительный выпуск новостей Аскина на ЮТВ.